Эти мытищенцы живут на улице Белобородова в 4-м Б-доме. Между ними и управляющих компанией «Август ЖКХ» наняты обслуживать помещение коммуникации многоэтажки «Конфликт». И длится он не один месяц. Активисты считают, сотрудники этой организации допускают слишком много недочетов. Они создали совет дома и теперь хотят заставить коммунальщиков работать. Кажется, ситуация зашла в тупик. Сторонам пришлось сесть за стол переговоров. Здесь же представители муниципалитета региональной ассоциации председателей советов многоквартирных домов собрание возглавила руководитель госжилоинспекции Московской области Ольга Федина. Они должны помочь разрешить конфликт. Ольга Федина предлагает совету дому попросту отказаться от услуг организации, которая, как они утверждают, не справляется со своими обязанностями. У меня будет одно, наверное, единственное, самое справедливое предложение. Это при поддержке, опять же, администрации и госжилоинспекции нам необходимо просто провести новое собрание с новой повесткой. Совет дома против. Активисты считают, что не могут рассчитывать на объективный результат. Во-первых, собрать кворум сложно, почти нереально уверены они. Во-вторых, де-факто 4-й Б на Белобородова представляют аж два совета дома. Причем, как оказалось, у конкурентов есть преимущества. Они провели голосование чуть раньше и, к слову, готовы работать с управляющей компанией «Август ЖКХ». Планы текущей ремонт жители подписали. Весь совет дома подписал. Мы начали хоть работу. За должность. За должность. Возьмите информационный характер. Нет, на нем есть информационный характер. Давайте посчитаем. Ну, можно и отвечу. Давайте посчитаем. Ну, можно и отвечу. Ну, уважайте хотя бы. Вы неверно информируете здесь людей, которые здесь присутствуют. У вас текущего ремонта подписан. Работы начались. Жители довольны, что хоть работа пошла. Потому что, ну, вы не видите, что ли, какие работы ведутся. Ситуация накаляется. Одни настаивают на своих преимуществах, другие не хотят выступать только в роли оппозиционеров и требуют наказать конкурентов за подлог. Но это вряд ли возможно. Я не предвзято никому. Ни к одной, ни к другой стороне. Поэтому я не знаю, кто кого заинтересовал и чем заинтересовал. Может быть, вы тоже чем-то заинтересовали свою сторону жителей. Да, понимаете? Тут, как бы, сложно говорить. Да, в 2015 году занимаюсь домом. Сложно об этом говорить. Еще раз услышите. У нас есть одно собрание, у нас есть другое собрание. Есть на одном протоколе одни подписи, на другом протоколе другие подписи. И они все принадлежат жителям. Теперь выход очевиден. Прежде всего, необходимо избрать новый легитимный совет дома. Мы договорились о том, что мы совместно с администрацией организуем и проведем собрание. Нам на следующей неделе Александр Николаевич представит дорожную карту по срокам. Когда мы всех такие сроки уведомим, тогда у нас состоится итоговое само действие. Региональная ассоциация председателей советов многоквартирных домов поможет обеспечить кворум и разработать повестку дня. Давайте запустим собрание, правильное, честное собрание. У меня, как у члена ассоциации, есть колоссальный опыт, как собрать 700 квартир в новостройке. Я знаю, как это сделать. Я всегда предлагаю помощь. Думаю, что ни Жене откажется, ни администрация не откажется. Возможно, объединившись, собственники квартир найдут общий язык из управляющей компании «Август ЖКХ». Если нет, то прибегнут к услугам другой организации. На это у них есть полное право. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин. Информационная программа «День».